Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и у нас на неделе появилась очень горячая новость, которая подогрела абсолютно всех, кто знает словосочетание Game Pass. Если вы вдруг слышите это впервые, а именно Game Pass, а конкретнее быть Xbox Game Pass, то напоминаю, что это супер-мега выгодная подписка, которая включает в себе как и новые, так и старые игры, и которая доступна очень по хорошей цене, и доступна пока что только на Xbox и на ПК. Кстати, приобрести подписки для Xbox вы можете на Code4Game, там вы сможете приобрести не только Xbox Game Pass, но еще Xbox Live Gold, Xbox Game Pass для ПК и даже Xbox Game Pass Ultimate. Ну а самое прикольное тут то, что вы можете приобретать эти подписки за бонусы от партнеров платформы. К примеру, тот же Xbox Game Pass Ultimate на 12 месяцев вы сможете купить всего лишь от 108 рублей. Поэтому, если у вас есть бонусы от программы лояльности, то не тратьте свои реальные деньги, а рассчитывайтесь именно бонусами на Code4Game. Ссылочку из что оставлю в описании. Все мы прекрасно знаем, что в игровой индустрии существует Microsoft и Sony, которые являются по сути прямыми конкурентами. И глядя на девятое поколение, можно с уверенностью сказать, что Майки после провала Xbox One, который был в 2013 году из-за неправильного позиционирования, все-таки нашла в Xbox супер мега жилу, которая касается по большей степени Xbox Game Pass, поскольку Game Pass сейчас это просто супер мега подписка абсолютно для всех игроков и она реально очень выгодна. Да, конечно есть люди, которым данная подписка не нужна или они там не видят выгоды, но мне кажется как раз таки с выгодой очень сложно поспорить. Начнем с того, что у PlayStation уже есть аналог Xbox Game Pass и называется он PlayStation Now. И отличие заключается лишь в том, что во-первых он недоступен в России, представляет возможность и скачивания и стриминг игр, ну и самое пожалуй глобальное, данная подписка не получает новинок в день релиза, она получает AAA проекты лишь через какое-то время. Если что, данное предложение от Microsoft живет очень и очень давно и недавно появилась просто шокирующая для многих новость слэш слух, ну как говорится официально по слухам, а именно то, что Sony в 22 году хотят выпустить некого конкурента Xbox Game Pass. Сеть после этой новости немножко взгуламутилась, сори, что я выпускаю ролик именно сейчас, потому что это по сути новость недельная, но у меня работа, так что извините. Все с этой новостью короче подумали, что Sony сделает практически такую же халяву, как и Microsoft, но в этот раз я решил эту новость немножко разобрать, рассудить, ну а также опустить на землю те фантазии, которые появились в интернете. Ну а также рассказать подробности того самого слуха. Многие могут подумать, что вау, видимо, Sony начнет, как и Майке, добавлять свои экзы в день релиза в новую подписку, которая, кстати, в данный момент якобы обладает кодовым названием Spartacus. Но я вас спешу огорчить, что, скорее всего, этого не будет. Поскольку в сентябре 2020 года уже было сказано, что такая вот стратегия Sony, она не очень подходит, ибо они вливают просто бешеное количество денег в качество своих экзов. И, соответственно, раздавать их даром, как это делает Microsoft, у которых денег хоть жопой жуй, ну просто бессмысленно. Ибо, опять же, по их мнению, это якобы не поможет расширению аудитории Sony. Конечно, за полтора года, может быть, они изменили свое решение, там, почитали, поняли, что это все-таки выгодно, но по данному решению у меня очень большие сомнения, что оно вообще будет. Поскольку, если даже вдаваться в подробности данного слуха, то нас ожидает немножко не то, о чем думают многие. Вообще, по слухам, нас ждет три ступени подписки. Нас ожидает некое объединение подписки PlayStation Now и PlayStation Plus. И тут я сам немножко не понял, почему изначально все говорят про Xbox Game Pass, когда получается, что данная подписка будет аналогом Xbox Game Pass Ultimate, ибо именно эта подписка и для онлайна, и для игр. Вторая ступень гласит, что в подписку должны попасть как и старые, так и новые игры от PlayStation 4 и PlayStation 5. Но тут я хочу обратить ваше внимание на то, что нигде не было сказано, что попадут туда новые игры в день релиза. И поэтому в этой подписке может быть такое, что как раз-таки туда попадет Человек-паук Майлз Моралес, там, это тоже как бы неплохо, но все же, да, там, Человек-паук, Рэчеттен Кланг, но новые игры по типу Good Forer все равно не будут с подписку и добавятся туда лишь через какое-то количество времени. Ну а третья ступень гласит о том, что добавятся игры от PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 и даже PSP. Не знаю, будет ли это полноценная оборотка как у Xbox или просто стриминг данных игр, да, но если все-таки второе, то в России этой фичи можно не ждать в ближайшее время. Сколько будет стоить сия чудо, никто не знает, как называться оно будет тоже никто не знает, единственная пока информация, то что она выйдет, скорее всего, весной 22-го года. Но все равно эту информацию держите в уме, потому что данное приложение, как по мне, сделает плойку еще желания для многих игроков. Особенно если там будет обратка с PlayStation 1, 2, 3, потому что там тоже классные игры выходили, ну а еще такая же подписка, как у Xbox. Конечно, еще раз повторюсь, что ждать какой-то щедрости, как от Microsoft, а именно добавление всех экзов в день релиза, думаю, не стоит. Но вот мультиплатформа, думаю, туда запрыгнет, поскольку там ценник будет явно пониже. Просто если Sony будут сливать так экзы, то либо нас ждет снижение качества самих экзов, либо такая же стратегия, как у майков, а именно почти нету одиночных игр. Единственное, что касаемо экзов, мне кажется, что с такой подпиской они могут сделать лишь скидон. Ну типа, если у тебя есть данная подписка, то получи скидон и, в принципе, порадусь, потому что раздавать такие игры на халяву, мне кажется, они себе все-таки не позволят. Как относиться к этой новости? Да, наверное, никак. Пока это слух, и слухом остается. И единственное, несмотря на все консольные войны, там, на безмозглых фанатиков, нужно порадоваться тому, что компании могут еще сильнее конкурировать там, где игрокам уже выгодно. То есть, смотря на то, что предлагает Microsoft, Sony, видимо, будут пытаться сделать что-то подобное. И если они найдут более привлекательную модель, как для себя, так и для игроков, хотя это, на самом деле, в данный момент очень сложно сделать, и, к примеру, после этого начнутся разговоры, что Xbox Game Pass уже прошлый век, что это фигня и так далее, то Microsoft начнет шевелиться еще жестче и может предоставить еще более классную халяву, хотя куда еще больше. Просто майки очень сильно ставят на эту подписку, а именно на Xbox Game Pass, и если вдруг их финансовые отчеты после подписки Sony будут уже не так прогрессировать, то нас ждут большие изменения. Единственная боязнь за все это у меня заключается в плане того, что если каким-то образом Sony помешает расти подписке Xbox Game Pass, и майки поймут, что это уже не особо выгодно, то майки могут просто либо поменять конвертацию, что для игрока не очень, либо просто изменить каким-то образом подписку. И опять же, не в плюс игроку. Конечно, это маловероятно, но исключать не стоит. Тут единственное, нужно понимать, что у майков много денег, а вот у Sony их не очень, поэтому противостояние подписок будет очень интересно посмотреть. Но знаете, если учесть, что Sony все-таки могут в эксклюзивы, и выходя на рынок подписок, я думаю, что они тоже для себя что-то такое крутое найдут, и возможно первым днем будут пихать очень крутую мультиплатформу. Это просто представьте на минуту, если они в свою подписку добавят, к примеру, колду на старте, и даже не навсегда, а всего лишь там, например, на месяц. Многие могут сказать, ну и что, колда говно, все дела, да вот и нифига, это на самом деле мощная франшиза, которая каждый год продается капец как. Да, есть неудачные части, но в целом она очень на плаву, и это может быть очень сильным байтом перехода именно на подписку от Sony. Я прекрасно понимаю, что колда это, наверное, не та франшиза, которая попадет в подписку, но опять же как пример. То есть я бы, наверное, на месте Microsoft не расслаблял бы булки, поскольку когда конкурент входит в один и тот же товар, он вряд ли будет просто проигрывать. Скорее всего он будет попытаться обыграть, и зная подход Sony к деньгам, они могут это сделать. Поэтому на противостояние подписок будет очень интересно посмотреть, поскольку у разных компаний все-таки разный бюджет, и разный подход ко всему этому делу. Но, пожалуй, самое главное, что ждет от игроков, так это еще больше халявы, как от одной стороны, так и от другой стороны, потому что данные подписки ориентированы на типу «покупай оптом» и будет якобы это все на халяву. Короче, посмотрим. Но самое главное, что ожидает игрока, если все-таки Sony выпустит свою подписку, так это еще больше халявы. Просто если сейчас оглянуться вокруг, вести всякие подписки, скидки и так далее, и если все-таки это делать, то это либо работает, либо будет работать, но работать ли это мы узнаем со временем. Поэтому будем ждать и надеяться именно лучший исход для игрока. На этом, в принципе, все. Если вдруг видос понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а самое главное, пишите ваше мнение в комментариях. Напишите, верится вам или нет, и как вы думаете, Sony сделает данную подписку, или, опять же, нет. На этом все. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok